Здоровье это еще не все, а все без здоровья ничто. Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Как сохранить здоровье до старости? Вопрос уже много веков задают себе думающие люди. Как оказалось, наше здоровье и продолжительность жизни не более чем на 8% определяются уровнем развития медицины, а вот на остальные 92% зависят от образа жизни каждого человека. Заниматься физкультурой в пожилом возрасте обязательно нужно. Это помогает продлить жизнь, улучшить самочувствие и избежать развития многих грозных хронических болезней. А знаете ли вы, какие физические упражнения нужны в золотом возрасте? Освободили ножку, я спину своей. Игра на китайской линейке. У и шу в переводе с китайского означает военное искусство. По сути это то же самое, что и кунг-фу. Однако по российской традиции термином ушу называют гимнастические упражнения, являющиеся основой как физического, так и духовного совершенствования. Несмотря на то, что занятия не имеют возрастных рамок, особую пользу они могут принести пожилым людям, поскольку это оптимальный вид щадящей физической нагрузки для представителей золотого возраста. Я чувствую себя лучше, бодрее, в тонусе, дисциплинированнее. И как бы, ну знаете, морально легче, когда ты знаешь, что ты занимаешься своим телом. Ну естественно, лучше не самочувствие. Программа, по которой занимается группа бодрых пенсионеров, не является ушу в чистом виде. Здесь используются различные восточные методики с элементами тайчи и цигун. Комплекс упражнений включает в себя физическую и дыхательную практику и направлен на достижение гибкости, развитие мышц и суставов, поддержание выносливости и оздоровления. Ирина Епифанова занимается в группе уже пятый год. Едет сюда в жару и холод. По мнению женщины, в коллективе циркуляция энергии в теле возрастает многократно. На мой взгляд, я не знаю, как на взгляд остальных, ты выходишь другая. Ну с крыльями. Ну во всяком случае, может быть это не вот прям каждое занятие, но это повторяется часто. Меня это очень вдохновляет на следующий день. Я стала больше улыбаться трасс. Я выросла на сантиметр, это два. Это зафиксировал вот центр медицинский, который у нас есть, вот на четвертом ДПЗ он был во всяком случае. У меня изменилась даже кардиограмма. Знаете, в какую сторону? Было кислородное голодание мышцы сердечные. А потом через год, вот после начала занятия, врач зафиксировал, говорит, у вас разные кардиограммы, у вас гипоксия прошла. Народные целители Китая начали применять национальную гимнастику еще во втором веке нашей эры. Сегодня в Поднебесной ей занимаются миллионы людей. Китайские тинейджеры между собой привыкли называть ее гимнастика стариков. Однако, возможно, именно благодаря этой практике старики в Китае не выглядят дряхлыми или уставшими. Хотя некоторым уже давно за 80. А собственно, почему только в Китае? А теперь я хочу познакомить вас с людьми, с которыми мы и поговорим о том, как же сохранить бодрость, силу духа. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в студии Светлана Звягинцева, тренера УШУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Ефимова, добрый день. И Вячеслав Михайлов, здравствуйте. Мы перед эфиром здесь немного дискутировали по поводу того, как же нам называть людей, которых, ну, в принципе, мы и сейчас видели на экране, которых много. Пенсионеры, пожилые, старики, зрелые. И вот Татьяна Петровна мне сказала, что слово пожилые, это в какой-то степени даже оскорбительно, да? И мы договорились, что будем говорить о зрелом возрасте. А почему? Ведь понятие пенсионер, в принципе, определяется только возрастом и ничем. У нас, кстати, женщины-пенсионеры с 55 лет уже. Дело в том, что есть определенные клише, стереотипы, которые немножко нарушают некоторую такую конвенциальность. И все мы будем в этом возрасте. Все хотят дорасти. Это точно. Все вырасти хотят в том плане, что хотят все пройти возрастные этапы. Поэтому это красивое слово зрелость, оно присутствует на самом деле, потому что у человека много мудрости. Вот по международным стандартам 65 лет это человек пожилой, 75 уже старый. Как вы воспринимаете, ваше восприятие? Дело в том, что смотря в какой стране, это во-первых, есть международные стандарты, но все-таки я считаю, что понятие старости связано с некой беспомощностью и невозможностью уже, собственно говоря, ухаживать за собой. А то, что видели вы, это люди зрелые. Последние исследования западных ученых говорят о том, что понятие старости, которое формируется еще до того, как она наступает, может повлиять на дальнейшую всю жизнь. То есть если человек заранее боится этого возраста, думает, что ага, когда наступит старость, я буду больной, немощной, дряхлой, то будет именно так и никак иначе. Если же принять ее для себя заранее и не воспринимать с какой-то черной краской, да, то старость это будет даже ого-го как, что вы думаете об этом? Давайте уже, господин психолог. Мы к старости готовимся традиционно как бы по возрастам, но как бы по возрасту вообще можно приобрести сачковый психологический типус, но духовно составляющая вот как раз восточных психофизических технологий, она не позволяет, грубо выражаясь, останавливаться на достигнутом. Ну как, я коротко скажу, я с подросткового фосфора, у меня советская действительность поднимала, развивала. Такой закалки нет сейчас, мне кажется, да? Да, нет, без закалки вот это вот просто не бывает. Скажите, пожалуйста, что за идея была сформировать группу зрелых людей для занятий вот такого вида физкультурой? Ну как-то пришла идея в Самарской Федерации УШУ попробовать позаниматься с этим возрастом, потому что родители у нас уже к этому возрасту у многих подходят, вот, а найти себе применение они, ну, как бы не могут. Поэтому мы подали документы на грант, он у нас выстрелил, выиграл, вот, и пришли к нам пенсионеры заниматься. В маленьком зале, вот тот, который вы видели сейчас на экране, занималось одновременно 80 человек. То есть сразу было очень много желающих? Очень много желающих, да. Потом нам пришлось их на две группы разделить, вот. Лежа выполняли упражнения, стоя, сидя, там, возраст пришли совершенно разные люди разного возраста. Уставали, поэтому подбирали специально под них программу, выстраивали, отбирали методики. Вот. Ну и в конечном итоге сложился такой коллектив. Грант закончился, а люди хотят заниматься дальше, и мы не могли их бросить. И сколько лет уже занимается такая группа? Ну, вот четвертый год мы начали заниматься. Когда вы пришли туда, Татьяна Петровна? Я пришла в начале, в самом. Так, вы начинаете ли, да? Да, случайно. Я тоже, я тоже, но я просто могу добавить, что это произошло как бы по инициативе структур городских, по социальным, защитным и здравоохранительным мероприятиям. Как бы мы подключились. Прекрасно. Вот мне интересно, почему вы подключились-то? Ну, подключились. Если это полезно, чего же отказываться от полезного, тем более в зрелом возрасте, чтобы не оставаться дряхлыми и нечемными. Ну, надо же еще понять, что это полезно или не полезно. Нет, ну, понятно, что дело до пенсионного возраста я занимался практической, в принципе, психотерапией в соответствии с каким-то более с восточными техниками, которые в Самаре через приезжающих гуру внедрялись. Я их осваивал, даже имел кое-какие титулы. Ну, у вас была база, у вас была информация, я поняла. А вот мне интересно, Татьяна Петровна пришла, почему занималась? Ну, дело в том, что в моей жизни спорт всегда присутствовал. Сначала экстремальный, такой, как горный туризм. Потом дети занимались в УШУ, в Тольятти мы жили. А так, как переехали сюда, вот, я была рада, что я вышла на такую организацию, и мне было все равно, куда идти. И я рада была, что замечательные у нас инструктора. И на самом деле я чувствую в себе изменения, это очень важно, потому что остановлюсь. А вы когда почувствовали эти изменения? Я бы так сказала, что каждое занятие приносит изменения. Если говорить про совокупности, и получить какой-то суммарный эффект, возможно, только когда, конечно, когда систематически человек занимается. Потому что у меня случилось такое ощущение озарения после медитации однажды. Я поняла, что в жизни очень мало нужно человеку для счастья. Да? Да. Для меня было таким замечательным открытием, и вот это ощущение пространства, что ты внутри, в семье, и больше ничего не надо, это счастье. И это может прийти в какой-то момент каждому из нас. Но это случилось там, в зале. Можно добавить? Да. Это как бы расширение сознания, его разные ученые, там, Фрейды и другие подобные, из прошлого и в настоящем, Юнги. Ну, как бы, расширение духовности, как бы, в нашем религиозно-традиционном воспринятии, а более, как бы, чуть-чуть альтернативно расширение сознания через духовные практики. Давайте сейчас попробуем с этим разобраться. Светлана, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, что такое ушу, знаете, как этим заниматься. Есть ли различия между, например, там, молодой группой и группой зрелого возраста? Различия, наверное, психологические только, потому что те, кто пришли заниматься в зрелом возрасте, они понимают, зачем они пришли. Они пришли за здоровьем. В молодом возрасте задачи разные люди перед собой ставят. Кому-то нравится просто красиво двигаться, кого-то интересует боевой аспект. Вот, поэтому, вот, мне самой, так как я еще этого возраста не достигла, мне, на самом деле, очень интересно с ними работать, потому что, во-первых, я у них учусь, потом они у меня учатся. Вот, в связи с тем, что у них у всех разные профессии, у меня просто спектр, с которым я могу какие-то знания почерпнуть огромные, вот. Ну, и мне очень нравится, как они заходят на тренировку, как они между собой общаются, и потом, какие они окрыленные убегают оттуда. Так происходит всегда? Да, практически всегда, да. Нашу сегодняшнюю программу я назвала «Работа с телом и разумом». Татьяна Петровна, вот то, чем вы занимаетесь, это это или что-то другое? Я бы расширила это сочетание в том, чтобы все-таки это не только разум тела, но все-таки это еще и душа, это эмоции, это то сокровение, которое в каждом у нас живет, это те эпитеты, эти прилагательные, жизненные, которые дают нам окрыление, как, например, такое спокойствие или спокойный, воодушевленный. То есть это вот то душевное составляющее, что дает нам возможность получить это, вот соприкосновение, вроде бы, казалось бы, через тело, только мы работаем, но оно так красиво все происходит, так медленно, похоже на танец, что вызывает очень такие большие эмоции, хороший, позитивный. Это, наверное, главное, с чем мы выходим, как букет каждый раз тебе вручают. Это вот твой позитивный настрой, который создается, конечно, и в коллективе. И благодаря необыкновенной Светланиной доброте, это тоже немаловажный фактор, группа такая же спокойная, как и Света. Потому что я считаю, что лидер, вот инструктор, да, он задает вообще то всему, что происходит внутри. И не только через физические наши упражнения, занятия, но и тот дух, который создается Светланой, ту атмосферу, которая у нас царит. Я считаю, что она достаточно целебна для нас, для всех. Не пойти ли вам куда-нибудь во главу государства, а то страна у нас очень неспокойная сегодня. Да, но мы не о политике, тем не менее. Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, а вы, ну вот, всю жизнь так или иначе занимались спортом, как вы уже сказали. Ну, как бы я профессиональный спортсмен. Хорошо, а что вы сейчас нашли для себя, вот это УШУ, причем не просто УШУ в чистом виде, да? Тут логика жизни подсказит, с годами все-таки более, ну, золотого возрастного состояния личности, или человек немного все-таки знает свой человеческий век. Да, есть феномены, живут и сто, и более лет, но мы, понимая, что мы не бесконечны, да, там по всяким религиозным канонам, что мы бессмертны, что ментально на территории России, как бы, по льву Толстого мы воспринимаем парадоксально, но, как бы, не навязанно, а как бы стереотипно вынужденно воспринимаемые теории. А вот восточное что-то нас к этому приближает чисто практически, и мы продолжаем, как бы, в этом русле духовном, вибрационно каким-то технологическим способом. А вот можете мне простым человеческим языком сказать, вот что вы лично для себя в этом черпаете? Вам и это сейчас зачем? Ну, как бы, за счет более благоприятно освоенных мастерами техники цигуна и ушу я, как бы, более технологично выполняю эти упражнения. Плюс общение, через это общение межличностное обогащает нас всех вместе, в том числе меня, как личность, и личности окружающие. Вы там, кстати, чуть ли не единственный мужчина в группе, да, или просто мы не застали? Ну, знали мужчины, мужчинки или там, ну, это, как бы, тенденции многих мужчин России, которых, как бы, в поствоенное время сложнее адаптироваться к реалиям вот нашей быстротекущей, ну, в хорошем и в форме юмора, как бы, жизни. То есть отселились, да? Ну, как, адаптироваться к новым условиям постразвального союза сложновато. Вот, а это, вот, мне лично, это здорово помогло выживать. Многие ведь отказывались или уходили от борьбы, а я, как бы, грубо урожаясь, входил в экстремальные обстоятельства этой реальной жизни. Правильно, у вас закалка такая, что ж там. Светлана, скажите, пожалуйста, для того, чтобы действительно почувствовать какие-то изменения, для того, чтобы улучшить свое здоровье, что нужно? Ну, наверное, же не просто прийти на ушу и вот тебе давай занимайся. Ну, сначала человек должен решить, что он хочет жить не 70 лет, а 120, допустим, да? Он должен понять, что жизнь для него это еще середина жизни. Тогда он может себе позволить и танцы, и ушу, и там, я не знаю, ну, лыжи, может быть, горные, это экстремально, но, может быть, и лыжи. Ну, почему нет? Вот, когда у него есть этот внутренний настрой, тогда все меняется, тогда занятия приобретают иной смысл. Но они что, приходят к вам уже все с этим настроем или по-разному бывает? Нет, вот как раз вот этот настрой мы пытаемся в них, и чтобы он у них родился. Потихонечку, потихонечку, холим, линеем, смотрим уже у них отношения в кризисных ситуациях, вот говорят, сейчас кризис у нас в стране. Я смотрю на наших занимающихся, у них все прекрасно. Да? Да, да. Вот. У меня один знакомый, катаясь на горных лыжах, увидел, как шустрая бабушка едет. Да, я тоже много раз видела. И он у него поинтересовался, а как вы вот так здорово ездите? Она говорит, милок, главное до семидесяти дожить, а потом подъемник бесплатно. Поэтому... Ну что, прям после эфира запишу эту фразу. Так что... Подъемник, эскалат. Поэтому вот если так относиться, я думаю, что можно заниматься с удовольствием, не надо никуда торопиться. Тогда... А вот как много все-таки людей уходят? Пришли, попробовали. Вы знаете, я иногда переживаю, приходят вот совсем такие пожилые, 85 пришла одна женщина, Евдокия ее звали. Она пришла немножко не в то время. Мы занимались на улице и с палками, для нее было сложновато. Я так переживаю, что вот ей бы в зал попасть, но она, к сожалению, пропала и номер я ее не взяла. Ну, главное дойти до спортивного зала, а там мы уж потихонечку, потихонечку поможем. То есть все-таки в основном остаются все? Остаются, да. Или большой процент уходит, не выдерживает? Нет, остаются. Остаются, конечно. Ну, как в любых экстремальных видах технологических упражнений, или будем так сказать, спорта, все-таки срабатывает как бы алгоритм. Мы не можем отрицать, как его там, ну не буду давать, естественный отбор, или... Ну, а смотрите, ну а как? Утром встал, голова болит, нога болит, спина болит. Ай, дай-ка не поеду сегодня. Ну, это же понятно. Ну, это уже преодоление лени. Лень вперед нас разбирает. Ну, вот видите. Ну, вот здесь как бы маленький секрет. Вот лень в хорошем смысле через эти упражнения пластично, как бы они из животного мира, там, типа, кошку или змею сыграть, а мы все позвоночные. Куда нам деваться от этого? Да уж точно. Да, там по теориям, там, мы знаем религиозные теории, что мы там откуда-то, чего-то, там еще параномальные всевозможные. Ну, то есть это еще и как некая такая вариант борьбы с ленью, по-вашему. Ну, по-своему, грамотная борьба через психофизиологические какие-то тренинги, она помогает. Ну, вот хорошо вам научными-то знаниями обладать, не у всех же они есть, да. Ну, как бы, советские люди самые образованные были. Да, согласна с вами. И вот, к сожалению, прям катастрофически заканчивается уже наш разговор. Хочу вот еще о чем спросить. Татьяна Петровна, вот коллектив любой, он хорош для человека только тогда, когда ему со всеми комфортно, да? А люди же все разные. Ну, вот как стать этим коллективом? Вот у вас, я так понимаю, что вы друг друга прям вот, вам хорошо всем вместе. Такого мы не можем. Да, скажите мне, а как вот сделать-то, чтобы сформировался такой коллектив? Когда есть одна цель, с моей точки зрения, какие-то одни задачи у людей, в любом случае они и формируются, ну, как любой коллектив, возле одной цели. Следующее, это нужно иметь лидера хорошего, то есть хорошего тренера. То есть вам здесь уже этот показатель у вас есть. Это уже философские категории. Но тем не менее. Личность в истории. Не, 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 давайте не будем мы сейчас в философию ударяться. Вот есть жизнь, есть коллектив. Как последовательные элементы. И все-таки каждый пришел, чтобы сделать свою жизнь лучше. И вот это ощущение, желание сделать жизнь лучше, оно никак не может кого-то обидеть. Ну, смотрите, а так даже, получается, не важно, каким видом гимнастики заниматься. Или вот действительно все-таки, вот я вот ваше мнение хочу услышать, вот эта восточная философия. Мне ближе восточно, потому что я человек достаточно активный. Я поняла, что у меня больше лямкины, поэтому... Активный, а движение у вас там неактивное. Вот в том, мне и надо, чтобы сгармонизировать себя, вот эти плавные движения. Я чувствую, что ощущение того, что эмоции, которые иногда нахлынувают, я уже могу управлять ими и отправить их куда нужно. Вот эти занятия вас научили? Это очень важно. Я думаю, что эти занятия в том числе... Вот это ощущение контакта с собой, своим телом очень важно. Прежде чем что-то сделать, нужно почувствовать этот контакт. А как можно быстро этого достичь? Я думаю, что работа должна быть приличная. Ну, да. Ну, даже по моему личному опыту начинал я где-то, так сказать, с конца перестроечных времен. И все продолжаю развиваться, и не сожалею. Конечно, это юмор, но юмор не по поводу штанишек. Мы все вышли, да, из этого, но в то же время, более с молодых лет, как бы, физкультура и спорт в той или иной степени, даже или в городе, советская система требовала. Ну, может быть, из-за того, что весь исторический опыт Российской империи, а потом и уж Советского, а теперь опять возвращение, так сказать, трёхглавым орлам. Ну, так, двухглав, фу, пардон. Ну, видимо, три единства восточные, три единства от души, тела и разума. Оговорка просто с Афрейдом. Светлана, ну и последний вопрос всё-таки к вам будет. Если не говорить сейчас о каких-то паранормальных явлениях-то, всё-таки вот когда, как скоро можно почувствовать результат вот такой работы, занятия в вашей группе? Всё равно же люди, в первую очередь, наверное, за здоровьем приходят, да? Мне кажется, мгновенно, потому что мы начинаем движение через потягивание, а у нас всё равно животные вот эти инстинкты, они сохранены. То есть как животные с утра подтягиваются, так и мы потихонечку, медленно, сначала начинают оживать мелкие суставчики, потом на более крупные мышцы переходим, потом на локтевые, плечевые, тазобедренные. То есть мы всё тело потихонечку-потихонечку, оно у нас просыпается, поэтому в конце мы можем делать что-то интенсивное уже. И я думаю, что вот это вот пробуждение тела, оно чувствуется мгновенно с первого занятия. И оно практически всем по себе. И оно называется мышечная радость. Хотим мы, не хотим. Но эндорфины мы можем получить сами от себя. Я хочу поблагодарить вас от всей души вообще за то, что вы есть и так вдохновляете своим примером. Надеюсь, что наш разговор о формировании позитивного отношения к наступающей когда-нибудь, далеко-далеко старости, он возымеет своё действие. Но всем вам хочу пожелать здоровья и активной жизненной позиции на долгие-долгие годы. Итак, люди, которые занимаются умеренными физическими нагрузками в пожилом возрасте, намного реже страдают от болезней сердца и сосудов. Это доказано. А риск получения гипертонии, инфаркта или инсульта снижается в пять раз. Это опять-таки медицинский факт. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Этими словами итальянского физиолога Анжела Мосса мы и закончим сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин